либо потратить очень быстро, избавиться от денег, тоже вот эта вот тенденция, да, быстро-быстро-быстро-быстро потратить. Там же тоже страх, что придут, отберут. Это как раз у всех, у кого там родственники репрессированные, либо раскулаченные, либо кого-то убили в 90-х, это тоже там тема такая, за денег очень много убивали и приходят люди сейчас, у которых родителей или бабушек-дедушек убили в 90-е за то, что у них деньги были. Ну, этот страх, он же, это травма, это же непроработано, ну, всё. И, ну, вот, жалко всех вообще, хочется всех, знаешь, иногда я слушаю, у меня всех обняты, ну, не знаю, ну, копайте глубже, копайте глубже, там же, ну, за деньгами всегда, это всегда не про деньги, это всегда про что-то, вот, про желание любви, про желание заботы, либо про страхи, либо про тревогу, ну, то есть деньги никогда не про деньги. Шубы никто не наносит, и укропа, карманных нет, с собой ничего не возьмёшь. Да, и вот в связи с этим хочу еще раз вот процитировать тебя же, да, я за что цепанулась, за вот ту фразу у тебя, что, да, деньги — это лакмусовая бумажка, которая всегда показывает, где в отношениях тонкое место. Да, как можно, ну, вот, например, мне или там нашим слушателям сегодняшним, да, как-то вот посмотреть через эту призму, да, на своё тонкое место в отношениях, да, то есть какой должен быть вопрос, чтобы себе можно было задать, да, вот в смысле, как деньги это высветят? Ну, ты сама сказала, ты сама ответила, то есть на свой вопрос перед этим, ты сказала, страшно, страшно садиться, даже обсуждать. Сядьте, выпишите всё, что вам страшно, вот в отношении денег. Вот страшно, что партнёр идёт, страшно, что мы поссоримся, страшно, что вот я скажу, а он не примет. Страшно там, ну, вот что вам страшно? Что он не примет меня такое, или что он не будет мне давать денег, ну, ещё что, ну, вот выписать все страхи, которые есть, и начинать с этого. Это часть страхов бессознательная, то есть кто-то даже не признаёт себя в этих страхах или просто их не видит, ну, то есть они бессознательные. Поэтому есть вот эти вот всякие диагностики, тестирования, ещё что-то, чтобы выявить вот эти все страхи, потому что они же влияют на наше поведение и неосознанно, всё равно влияют. Ну, то есть я бы села, просто вообще все страхи выписала и в первую очередь с собой разобралась, а потом уже к партнёру там пришла с этим, сказала, слушай, у меня есть вот эти страхи. Прям уязвимость. Помнишь, ну, вот почему страшно садиться разговаривать? Уязвимость. Все боятся быть уязвимыми, боятся открыться до конца, боятся, что не примут, боятся, что отвергнут. Страх отвержения вот этот. А, ну, сейчас он обострился ещё в связи с пандемией, в связи со всеми событиями, он ещё больше обостряется, вот этот страх отвержения, потому что и так-то, ну, страшно со своими какими-то тараканами, а тут ещё какая-то общая вот эта геополитическая ситуация накладывает на нас оттенок. И, да, я не вижу другого варианта только с собой работать. Вообще других вариантов нет. Вот с собой, со своей головой. Деньги — это в голове, отношения — это в голове, секс — это в голове, оргазм — это в голове. Ну, то есть мы садимся и всё, выписываем. Вот ручка и блокнот — это самые лучшие наши помощники и психолог, группы любые. Ну, то есть приходишь, выясняешь, рассказываешь, говоришь, у меня вот так, у меня вот так, у меня вот страх, я не могу никак. Я же знаю, что вот тема... Смотри, мы с тобой говорили, да, про тему денег, что это тема номер один в разводе, но тема женских оргазмов — это же тоже там, я не знаю, я когда узнала исследование, я вообще в шоке была, мне ребята тоже говорят, ты знаешь, что 70% женщин там оргазма не достигают. Я не знаю, я, может быть, права там, не права где-то в статистику я точно не знаю, но очень много женщин живут без оргазма, имитируют этот оргазм, там ещё что-то, я думаю, господи, как вообще люди живут? Ну, то есть... И тоже боятся, боятся быть уязвимыми, боятся быть непринятыми, поэтому проще сымитировать там этот оргазм. А как же удовольствие, как же кайф, я не знаю. Как? Ну, уже там два типа мотивации, мотивация вода, мотивация вода, да, и большое количество людей живёт как раз в мотивации вод, то есть в этом самом страхе. И, соответственно, их решения будут смотивированы этим самым страхом потерять партнёра, да, то есть какую-то вот эту иллюзию безопасности, не знаю, кормильца, крыша над головой, статус, потому что у нас, да, вот этот статус, что при мужике, это тоже какая-то очень странная такая история, но тем не менее она глубоко сидит. И у меня неоднократно были клиентки, которые приходили, да, мы хотим, вот мы не испытываем оргазм, вот мы хотим, значит, оргазм, и в руке первое, что мы делаем, мы признаёмся партнёру в том, что оргазма нет, потому что ваш старый сексуальный сценарий не работает, его нужно остановить. И девочка уходит из работы, потому что она не готова сказать партнёру о том, что она ему там врала 5 или 10. Она вот, то есть она имитировала, 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 как бы вот. Страшные истории рассказываешь вообще какую-то. Это ну, Орла, да, это вот.